Всем привет! Сегодня у меня для вас небольшой бонус видео. Поскольку на этой неделе уже все получили урок о том, как красить губы красным, я решила поотвечать на самый популярный вопрос. Первый вопрос, который у меня в списке лидирует, преимущественно от визажистов, которые спрашивают, Лен, скажи, пожалуйста, где ты хранишь всю свою косметику и когда ты выезжаешь на работу, в чем, собственно говоря, ты все это таскаешь? И помимо этого мне очень часто присылают ссылки, говорят, Лена, посмотри, я нашла чемодан, стоит брать или не стоит? Каждому ответить будет очень сложно, поэтому рассказываю сейчас. Дело в том, что стандартный чемодан, который используют визажисты по всей России, очень часто напоминает рыболовный или даже строительный, то есть который вот так вот раскладывается. И там всякие отделения есть на 2 йорса, есть те, которые на 4. Плюс они бывают на колесиках, либо небольшие, которые таскаются в руках. Может быть, когда вы начинающий визажист и у вас косметики 3 кусочка, такая система хранения и перевозки материалов еще подойдет. Но дело в том, что такой чемодан сам по себе уже очень тяжелый. Плюс вы его набьете, у меня, например, такой чемодан тоже был, и он был набит у меня до предела, то есть я его вообще не могла поднять. И наличие этих прекрасных китайских колесиков, мне кажется, даже делало только хуже, потому что ты тащишься бедной зимой по неубранному тротуару. Короче, что я могу сказать тем, кто присылает мне фотографии многоярусных леопардовых китайских чемоданов? У меня из-за такого чемодана позвоночник к 24 годам напоминал какую-то жалкую старческую пародию настоящего позвоночника. Если вы хотите угробить себе спину, то это, конечно, самый лучший способ. У вас это получится примерно в 15 раз быстрее. Короче, я рассказываю, как у меня. Есть такие малоизвестные чемоданы с очень прикольным названием «Зука». Это такая прикольная американская тусовочка, которая придумала совершенно гениальные чемоданы. Не знаю, для чего они изначально были сделаны, но для визажистов это просто спасение. Как они додумались сделать такой прикольный и стильный чемодан, я, честно говоря, вообще не понимаю. Когда ты на него смотришь, ты сразу понимаешь, что это какой-то концепт. У меня две разные «Зуки». Первый, давайте покажу вам «Зуку», который сделан, в принципе, специально для визажистов и парикмахеров. Это самая моя первая «Зука», и она, если честно, вообще неубиваемая, потому что она у меня за что только не горела и не тонула. Короче, плюс в чем для визажистов? Во-первых, на этом чемодане можно сидеть, и это очень важно. Ну, реально не всегда есть возможность просто элементарно где-то посадить клиента или самой сесть. Вот мне, например, помимо того, что чемодан должен быть лаконичный по своему дизайну и весь такой стильненький, мне надо, чтобы он был очень легко управляемый. И я могу сказать, что у него какие-то стоят такие классные колеса, которые сами катятся. Его можно катить мизинчиком. А есть еще очень прикольная комплектация «Спорт», у которой эти колеса, когда катишь, они светятся. Это дико прикольно выглядит. Плюс еще, что очень важно, это чемодан каркасный. То есть вот это сверху все, это просто чехол. И, соответственно, когда он пустой, он вообще практически ничего не весит. Теперь давайте смотреть, что там внутри. Помимо 150 тысяч всяких разных карманов, которые я даже сама не знаю, что туда положить, здесь есть очень прикольные косметички для хранения, которые можно доставать и раскладывать на ваше рабочее место. Ну и у меня как бы все отделами. То есть у меня есть такая косметичка с пудрами, косметичка с тональниками. Это, например, со всякими гримами. Эти косметички уже идут в комплекте, но у меня есть еще любимая тема «Сука» – это запихнуть туда пищевые контейнеры. Их тоже очень удобно добавлять. Вот у меня, например, здесь контейнер для хранения моих самых любимых и ненаглядных, но уже использованных кисточек, у которых здесь чилаут в очереди на банные процедуры. Ну и плюс я часто летаю, и для меня, что очень важно, это чемодан, который абсолютно полностью соответствует нормативам ручной клади. Потому что я стараюсь косметику не сдавать в багаж не потому, что она там разобьется. Если перепаковать все эти косметички в обычный чемодан, поверьте, с косметикой ничего не случится, и она не побьется, я уже проверяла. Но я просто буду лететь в паническом состоянии, что вдруг именно мой чемодан улетел на другой конец глобуса. И, ну, короче, я берегу себе нервы, стараюсь не рисковать. Второй чемодан, это вообще. Я его купила всего пару недель назад, это вообще новая модель, и как выяснилось, что я, в принципе, первая маньячка и фанатка Зухи, которая его купила в России. Сейчас буду показывать. Это, на данный момент, это основной чемодан, с которым я везде катаюсь. Он чем отличается? Он больше по своей форме напоминает классический чемодан для ручной клади, и, в принципе, он укомплектовывается точно так же. Только все эти косметички находятся в горизонтальном расположении. Привет, тональнички! Привет, корректоры! Привет, пудры! Привет, тени! И так далее. Здесь какая-то целая куча ништяков всяких. Я пока еще не определилась, что запихнуть во все эти кармашки, потому что они везде. Они вот здесь, вот здесь, вот здесь, с каждого бока по четыре кармана. Чемодан, который на 90% состоит из карманов. Короче, мастхэв, ребята. Я бы даже их, кстати, рекомендовала не только визажистам, но и, в принципе, людям, которые очень часто летают. Потому что я сама летаю очень часто и знаю, какая это проблема, тащиться по салону с неудобным чемоданом в срочной кладе, который еще сам по себе тяжелый, и попробовать его запихнуть на верхнюю полку. Узуки мои ненаглядные. Есть, кстати, еще очень прикольные чехлы. Типа такой штуковины. Афиационная безопасность досмотрена вот тут у меня. Короче, визажисты. Послушайте, Лену Грыгину, которая на поисках идеального чемодана уже 10 собак съела. В общем, спасибо за внимание. Задавайте свои вопросы. Самые часто задаваемые. Я обязательно буду разбирать такие конус-видео. Раз в 2-3 недели. Если будет получаться по времени, то и чаще. Я, на самом деле, читаю абсолютно все, особенно когда еду в пробках. Делаю маленькие заметочки о том, с чем у нас в стране самые большие сложности. Поэтому чем больше пишите, тем круче. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok